С начала года с территории Наринмара вывезено порядка 60 тысяч кубометров снега, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Искусственные снежные горы, образовавшиеся по всему городу после уборки от снега улиц и придомовых территорий, коммунальщики стараются вывозить вовремя. Чистый город работает в три смены. Тема уборки снега с городских улиц в Наринмаре с приближением весны стоит особо остро. Это напрямую влияет на состояние дорожной сети и комфорт жителей окружной столицы. Эту тему затронули на еженедельном совещании губернатора округа с представителями власти. И отрабатываем в том числе и по взрывчатке на тех участках затора, скажем так, опасных. Если необходимо, будем проводить взрывные работы. Пока и лед стоит, и снега много, поэтому отрабатываем все эти вопросы, чтобы когда придет половодие, мы были готовы ко всему. Чистый город в любую погоду работает в круглосуточном трехсменном режиме. Первая смена выходит в 6 утра, вторая – с 14 часов дня, а третья – в 10 вечера. Кроме того, ежедневно снег на тротуарах и труднодоступных для проезда техники местах убирается вручную. Скопившиеся горы снега коммунальщики стараются вывозить вовремя. За 10 дней, которые у нас прошли марта, мы уже вывезли 8. То есть, в два раза увеличение вывоза. Хорошо, что мы купили технику, нормальные большие самосвалы, в прошлом году это тоже стало под спорьем, и обновили парк погрузчиков. Зимой в муниципальном предприятии «Чистый город» выходных нет. Уборка снега в Нарьинмаре производится практически непрерывно. Тем не менее, жители окраин жалуются. Снежные горы около их домов лежат по несколько недель. Петр Поздеев междворовые проезды у своего дома и соседних в микрорайоне Кармановка убирает сам. Пришлось даже приобрести снегоуборочную технику. Правда, вывозить самому убранный снег не на чем. Это уже неделю куча. Вот как метели пошли, они здесь схладируют, она так и лежит. Бывает, увозят, а вот сейчас долго не увозят. Обращались? Сейчас нет, бесполезно. А кто больше здесь? Надо и септики откачивать, надо и на машине, у всех машины. А как ездить? Лопатой уже тяжело, годы не те. Пришлось покупать. Не очень, но хоть что-то помогает. А так, надежды нет ни на кого, только на себя. Его сосед Сергей Овчинников тоже недоволен работой коммунальщиков. Они работают неплохо, хорошо. И центр города чистят, постоянно все дороги чистятся, постоянно ребята работают. Но вот эти окраины города, тут вообще ничего не чистится практически. В диспетчерскую обращался, да, пообещали. Ну вот соседи просили, тоже звонили с той стороны, чтобы почистили. Никакой реакции нет ни у кого. Как пояснили, в чистом городе в первую очередь убирают от снега дороги высшей категории, а потом уже дворы и прилегающие территории. Междуровые проезды идут в самую последнюю очередь. И также в первую очередь защищаются тротуары возле социальных объектов, школы, детские сады, больницы. Как-то так, по приоритетности. После метели мы отрабатываем все заявки, которые поступают в нашу диспетчерскую службу. Оперативно стараемся, по крайней мере. Да, снег расчищается, но складируется по микрорайонам, потому что оперативно вывезти это не представляется возможным. Данный снег, да, будет вывозиться, значит, все куча снега будет вывозиться до весеннего таяния льда. Снега в этом году уже выпало в два раза больше нормы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На городской полигон вывезено больше 60 тысяч кубометров снега. В летний период снег, который на полигоне размещен, также используется в противопожарных целях, а именно производится подсыпка мест потенциально возгораемых. На днях парк коммунальной техники чистого города пополнил новый грейдер, который куплен в декабре прошлого года. Коммунальная машина стала четвертой в автопарке учреждения и уже вышла на линию. Производитель и поставщик грейдера – Челябинская машиностроительная компания. Техника будет задействована на планировке песчаных и грунтовых поверхностей летом, а зимой – в содержании дорог и междворовых проездов, уборке снежного наката. В течение пяти лет коммунальная техника для муниципального предприятия обновляется регулярно. Большинство машин эксплуатируются круглый год, а зимой они работают круглосуточно. Нагрузка на них очень большая, поэтому механизмы быстро изнашиваются. В планах здесь, допустим, для чистого города мы хотим приобрести большой фронтальный погрузчик, больше, чем те, которые у нас сейчас есть. И как раз еще один мини-погрузчик «Ант». Они все российского производства и очень хорошо себя зарекомендовали. Это что касается чистого города. На сегодняшний день в автопарке чистого города находится более 40 единиц техники. Это фронтальные погрузчики «Амкадор», самосвалы «КамАЗ», автогрейдеры, машины комбинированные, коммунально-строительные многоцелевые и лососные, трактора, экскаватор. Также подметально-уборочная машина, многофункциональная и снегоочиститель.